Эфир телеканала ННТ, продолжают новости Дагестан, в студии Зухралиева. Здравствуйте. Не напиться, не помыться. В Ленинском районе Махачкалы до сих пор нет воды. При наличии новой школы приходится учиться в старой. Школа в селе Ибрагиматар Тлеротинского района готова встречать учеников, однако третий год там занятия не проводят. Подробности через несколько минут. Готов к труду и обороне. В Махачкале прошел фестиваль в честь 90-летия БТО. В Ленинском районе Махачкалы до сих пор нет воды. По данным МЧС, без водоснабжения остались около 36 тысяч человек. Власти планировали устранить последствия аварии на водоводе в течение суток, но пока этого сделать не удалось. По предварительным данным, подачу воды возобновят в течение дня. Напомню, причиной аварии стал сход селевого потока в районе села Гильбах. Вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов покинул пост. Решение о его отставке было принято в ходе голосования сенаторов. Умаханов представляет в Совете Федерации Дагестан. Вице-спикером он был с 2010 года. Теперь сменит его на этом посту Константин Косачев. Умаханов займет пост спецпредставителя Совета Федерации по взаимодействию с международными организациями. Тагестан занял третье место в рейтинге трезвости регионов России за 2020 год. Исследование было проведено федеральным проектом «Трезвая Россия». Из 85 российских регионов первые пять мест получили северокавказские регионы. Отметим, что в качестве основы для составления рейтинга были выбраны следующие критерии. Число умерших от отравления алкоголем, численность больных с диагнозом алкоголизм и алкогольной психозы, число преступлений, совершенных в состоянии опьянения, региональный объем всей проданной продукции, а также число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции. Проблему с документами наконец решили. Теперь школа в селе Ибрагиматар для Ратинского района готова встречать учеников. Однако из-за того, что здание не функционировало долгие годы, оно нуждается в косметическом ремонте. Региональное отделение ОНФ попыталось разобраться в ситуации. Подробнее расскажет моя коллега Лариана Шамхалаева. Ей слово. Эта современная школа на 300 ученических мест пустует уже третий год. Дело в том, что построили ее на землях отгонного животноводства. Вопрос о проработке возможных юридических механизмов для ввода в эксплуатацию учебного заведения поступил на прямую линию Владимира Путина. Об этом сообщило региональное отделение ОНФ. С выездом на место специалисты объект осмотрели и дали оценку его пригодности. Главная сегодня наша задача, значит, дать возможность детям учиться в новой школе. Здесь прекрасные спортивные залы, столовые и так далее. Условия совершенно другие. Условия совершенно другие. Поэтому нам желательно все, что мы видели недостатки, и скоронить их. Еще раз те, кто строили, значит, поработать им и дать возможность хотя бы в первом сентябре 2021 года дать возможность нашим детям именно учиться в этой школе. Трещины, подтеки и некоторые дефекты действительно есть. Но это неизбежно, когда строительный объект простаивает, а температурный режим не соблюдается. Но в подрядной организации уверяют, что с приходом тепла отделочные работы начнутся. И к новому учебному году здесь пройдет линейка для сельских школьников. Все они решаются и будут решаться без дополнительных затрат в рамках гарантийных обязательств генерального подрядчика. Надо отметить, что не все замечания связаны с некачественной работой, а есть вопросы с тем, что сами проекты по мере их строительства где-то устаревают. То есть начата школа в 2014 году, завершена в 2018, проект был разработан еще ранее. Поэтому иной раз приходится некоторые вопросы решать уже, как говорится, вне обязательств даже подрядчика. Ему приходится доделывать что-то, укомплектовывать по текущим нормам, которые изменились. А пока учащиеся теснятся в этом здании из самана, глины и соломы. Здесь библиотека совмещена со столовой, физкультура проводится на улице, а маленькие кабинеты не вмещают всех учеников в классе. Восьмой класс, 20 учащихся. Не помещается, ни одного кабинета нет, где 20 учащихся помещаются. Поэтому приходится придумывать, вот дополнительные ставим стулья, партии, вот таким образом пока занимаемся. Библиотека, читальный зал, столовая. В связи с тем, что помещений не хватает, приходится вот таким образом организовать горячее питание. Первый, четвертый класс, 116 детей. Вот 116 детей принимают здесь. После звонка школьники идут на перемены и в санузлы, мерзнуть на улицу. Я хочу новую школу, чтобы на улице не играли в футбол, чтобы там с пацанами в школе играли в футбол и тренировались. Я хочу новую школу, чтобы там была комната для девочек. Здесь комната для девочек на улице. Я хочу новую школу, потому что там есть спортзал, большие классы и кабинеты. И там интерактивная доска. Мы хотим новую школу! Местные жители искренне верят, что совместными усилиями всех органов власти дети уже со следующего учебного года будут получать знания в условиях, отвечающих всем современным требованиям. Ларианна Шемхалаева, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Тляратинский район. Впервые в России издан перевод сборника хадисов Сахид Аль-Бухари в версии о дагестане на русский язык. Презентация книги состоится 27 марта в Махачкале на площадке Дома дружбы. Участниками встречи станут муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди, муфтий Татарстана Камиль Хазрат Самигулин и члены авторского коллектива издания. Сахих Аль-Бухари – это вторая по значимости после Корана книга для мусульман и один из основных сунницких сборников хадисов. Перевод сборника хадисов Сахих Аль-Бухари в версии зубдат на русский язык сделал доступным смыслы достоверных хадисов и истинных сунницких традиций для мусульман России. Сегодня отмечается День модельера. В этот праздник наша съемочная бригада решила посетить творческую мастерскую одного из самых известных представителей этой профессии в Дагестане – Шамхала Алиханова. В мире моды его бренд известен далеко за пределами республики. О сложной работе и национальном стиле он рассказал моим коллегам. Этнические мотивы, лаконичность и мужественность – именно они главные составляющие стиля Алиханова. В каждом наряде есть элементы национальной культуры, что делает образ уникальным. По мнению модельера, одежда должна носиться, а не висеть на вешалке. Где-то обыграл, допустим, силуэт аула. Его можно в разных ключах. Это одно направление. Допустим, тема росписи, опять же, где понежнее. Здесь уже абстрактное направление. Та же серия будет викингов, где, опять же, где с топором. Ну, это как бы такая игра, чтобы этнический момент, он само собой будет, где игра с ковровой темой, игра с силуэтом аула. Мода не только красивый, но и достаточно затратный бизнес. Сначала создается эскиз коллекции, а затем ее запускают в производство. К тому же модельеру нужно оплатить зарплату персоналу, рассчитываться с коммунальными услугами и закупать материал. А все это без поддержки государства сделать достаточно сложно, делится Шамхал. У нас, к сожалению, одежда. Пошел кому-то костюмчик, кому-то. Все в таком ключе, когда я говорил, давайте просто... Есть сегодня целая программа по развитию, да, вот. Но, к сожалению, она не идет к тому человеку, который хотел бы это сделать и приумножил бы. Вот моя болячка, что уперся в это, да, и хочется, чтобы все-таки был результат. Не я один в поле воин был, чтобы уже, опять же, вернуть на сегодняшний день кавказский стиль. Более 25 лет Шамхал принимает участие в неделе моды, ездит за рубеж и участвует в международных конкурсах. По мнению модельера, у дагестанцев всегда было чувство стиля. Они следили за трендами, несмотря на дефицит и железный занавес. Пусть наши родители вспомнят, как тогда, если бы и патлы мы носили, ну, это был, да, и клеша, все, и колокола, то есть, потом прошли бананы. Ну, всегда надо было здесь быть революционером. В дальнейшем Шамхал Алиханов планирует перейти на фабричный пашу. Это позволит ему сделать свои работы доступными и вывести национальные мотивы на широкую аудиторию. Наталья Ханбабаева, Салман Гитихмаев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. И о спорте. Боец Магомед Маликов одержал победу на турнире АМС Fight Nights. Поединок против Сергея Киселева стал главным событием бойцовского вечера в Москве. Дагестанский тяжеловес завершил бой в первом раунде, отправив соперника в нокаут. Это девятое успешное выступление 37-летнего Маликова в ММА. Отметим, что предыдущий бой он провел в конце 2019 года, а до этого не выходил в октагон с июля 2014 года. Готов к труду и обороне. В Махачкале прошел фестиваль в честь 90-летнего юбилея ГТО. Именно столько лет назад зародилось массовое физкультурное движение. Более 400 дагестанцев попробовали сдать нормативы и получить заветный значок. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Первому массовому спортивному движению в стране исполняется 90 лет. За это время знак ГТО стал неотъемлемой частью советской культуры. Затем он полностью исчез и вот теперь его снова возрождают по инициативе государства. В Дагестане нормы ГТО выполняли спортсмены, сотрудники Минспорта и учащиеся школ. Они успешно выполнили нормативы по бегу, также упражнениям на силу, ловкость и гибкость. Хасмагомеду Мустафаеву 89 лет. Он почти ровесник ГТО, но молодежи даст фору. Он бодр и полон сил. Хасмагомед Исаевич продолжает вести активный образ жизни и говорит, что возраст для спорта не помеха. Я с первого курса университета занимаюсь, когда впервые утвердили ГТО, легкой атлетикой занимаюсь. Веду образ жизни, здоровый образ жизни веду. Никогда не курил, никогда не пил. Сейчас нормы ГТО лояльнее, но золотой значок выдают по-прежнему. Желающих его получить становится все больше, особенно школьников. У них не только спортивный интерес. Золотой знак может дать несколько дополнительных баллов для поступления в ВУЗы. Но не только из-за бонусов сдают ГТО. Это своеобразная проверка для тех, кто ведет здоровый образ жизни. Очень помогает нам укреплять наше здоровье. Спасибо всем организаторам. Спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу, что ввел такой проект в нашу страну. Готов к труду и обороне. Что очень помогает нам сближаться. Комплекс ГТО уникален тем, что он задействует все мышцы тела. Направлен на формирование выносливости и силы. А еще это отличная возможность провести время с семьей по-спортивному. Сегодня это физкультурное движение переживает второе рождение. Идет всплеск интереса в разных уголках нашей страны. Отрадно, что в последнее время ГТО набирает такие хорошие обороты. И больше и больше людей вовлекается в этот процесс, что есть хорошо. Чем больше будет здорового образа жизни у нас в обществе, тем здоровее будет у нас, так сказать, общество и меньше будет социальных проблем. Дагестан одним из первых регионов России приступил к работе по внедрению комплекса ГТО. Сегодня республика входит в первую двадцатку регионов по реализации этого норматива. Более половины жителей республики привлечены к систематическим занятиям физкультуры. И это в первую очередь стало возможным благодаря реализации комплекса ГТО. Самым главным является стимулом оздоровления нации, массового спорта. И сама по себе ГТО, это как бы не назвалось, это здоровье нации, здоровье населения, здоровье ребятам, чтобы пропаганда здорового образа жизни. И поэтому вот такие праздники, вот такие мероприятия, она дает огромный стимул, огромные возможности большому спорту. Повторить все, как было в Советском Союзе, вряд ли получится. Но вот вернуть спорт массы, говорят организаторы, задача вполне реальная. Планы на год большие. Впереди всех ждет более крупный летний фестиваль. Хасмагомед Исаевич надеется и в нем принять участие. Зумруд Гамидова, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи.